Солнце в зените Вот там газ А вот здесь уже запад И вот с этого запада Так, часа в 2, в 3, в 4, в 5, в 6 Сумасшедшее тепло стоит Вот тут-то максимально Это климат За счет вот этого склона, который добавляет Градусы, приплюсовывает Вот Это и есть Микроклимат Обратите внимание, когда будете покупать Новые участки Потому что мне и стыдно И ничего помочь не могу Ах, у меня до воды Метр, ах, я копнул лопатой Там вода Ах, у меня северная, это самое У соседей земля растаяла, у меня снег лежит Это значит северный склон Вот, и что мне делать Что мне делать Что ему делать Хотите иметь такой сад Вот, такой чудо сад Да, лучше в Сибири, пожалуйста Ищите такой же участок Таким же ландшафтом Вот это начало Колодец выкопайте И уже когда колодец будет выкопан Когда увидите, что у вас есть Хотя бы 5-6-7 метров до воды Ну и хорошо, чтобы вода была там А не вот, допустим, там выше Вот там собираются Тоже вот за этим лесом Это, видите, бор Саянский А за ним здоровенная поляна Там была дойка и коров держали А вот теперь это все же растает Людям не дали Люди хотели сад садить Я спрашивал, глубина колодца 40 метров Вот, пожалуй, там уже место похуже будет А вот здесь вот у меня Значит, я сам копал колодец До колодца 6 метров Когда воды Венесея нет 7 метров, 8 метров Вот, пожалуй, оптимальный вариант Ну что, сейчас я буду садить А потом покажу вам, что из этого получилось Так, ну вот операция Посадка закончена Я ее, казалось бы, ну что особенно вот Ну вот подрезанный саженец Вот уже снял я с нее Вот эту самую бечевочку Которую узелком показывал на север Вот Бечевочка пригодилась Воткнул кол, подвязал Немножко выпрямил Немножко жестче будет конструкция Хотя, если саженец не привитый То и ждать от него Сюрпризов Типа того, что В случае, если вернется Мокрый снег Или Со временем ураганный ветер Или Еще какая-то напасть Он сломает И там Физическое воздействие Сломать его трудно Раз не привитый Вот посажен второй его Так Я хочу подчеркнуть Ну что особенного-то Ну про пятнышко сказал Хотя все пятнышко Она смотрит на юг Ну здесь про сонья Я его пометил в север И посадил в север Так что Он у меня растет так же Как раз на старом месте Вопрос в другом Проблема другая Огромные ямы Бесконечное количество Я несколько книг Которые, допустим В 70-е годы В 80-е В 60-е В 90-е И так до 2016-го года Опять эта чертовая яма Опять размером Почти метр Но самое малое Пол куба Самое малое Каторжный труд А тут еще человек С династической Знаменитой фамилией Которая Это доктор наук Ну это же надо Бедные монахини Показывают Как они Роют ямы Размером Несколько кубов Огромные Вообще не видно Полная переделка земли Видеть ли Не нравился песок Но видно же Поверхный слой Идет гумус То все равно есть И легко Эта земля Переделывается Это тема Других разговоров Пока Что здесь Почему я покажу У меня таких участков Несколько Вот один из них А нет Отсюда не видно Через этот участок Там Где ни разу Не подходил Я ни с чем Ни секатором Ни с лейкой Ни со шлангом Поливочным И здесь этот будет Такой же Его задача Видите какой удачный Саженец Да Вот Грушка И еще два года А эта рядом Тоже два года Ну почему так получилось Ну причин много Я могу ее найти Я потал Аганатом Я и свои не жалею Всяко бывает Средний вариант Вот он Вон он средний вариант Вон средний вариант А вот этот То что я же Отсюда Выкопал Мертвую яблоньку Ведь погибла же у меня яблонька Ну пусть одна там На сколько На 30 Но погибла же Вот Одна из 30 И такое бывает Это Участок для Экстремального Садоводства Я им обеспечивал Максимальные условия Западный склон Вон запад Это западный склон Вот Вот смотрите Вот там восток Это не значит Что это восточный склон Если я смотрю на восток Это склон Западный То есть тут все Как бы наоборот Наизнанку Солнце бьет сюда И здесь Максимальное количество Тепла Это Тепловая подушка Это место Я не мог упустить Фактически подарив Сам я буду только Иногда брать черенки И главное Отслеживать Новые сорта Почему А мой же принцип Валерия Константинович Понятия не имею Они уже цветут Вон он цвет Да Вот Или уже отцвели Я понятия не имею Какие это сорта Я даже К биркам не наклоняюсь Вот Заплодоносит Посмотрим Знаете как интересно жить Это экстремальный сад Вот Спасибо что Соседям Которые не могли его вспахать Вот Начали Это Вот эти три дерева Их Вот это Абрикоза Цветает впервые Вот этот вот Который меня поразил Вкусовыми качествами Назовем это Народная селекция Далее идет Фундук Надо же Растет Не замерзнет Посмотрим Что будет Так Он наверное уже С сережками Ну-ка-ну-ка Поглядим Есть ли на нем сережки Ну ладно Допустим Сережек Пока не вижу Ну значит в следующем году Где-то уже будут А может еще рано Поглядим Может он засветает Но я плохо в них разбираюсь И наконец Удачливая Двухлетняя Моя яблоня И еще Один третий Последний Прикол соседа А вы знаете Что тут было Тут был целый сад Посажен Ну естественно Рыночное все Вот И Сравним результаты Если тут Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь, девять, десять Немнадцать, четыре, пятнадцать Семь, десять Где-то порядка Тридцати двух саженцев Да Может тридцать пять И у меня после посадки Погиб один Я вам его показывал Да Она вместо посадила Абрикос Потому что Если не пошла яблоня То абрикос По крайней мере Был лучший шанс Так И у меня получились Прекрасные результаты Вот такие Чветущие Двухлетние абрикосы Даже однолетние Показывал Вот То сосед Который с рынка Привез это все У него получилось Три дерева с половиной Если считать Фундук за пол дерева Три абрикоса А посажено было так же Все засажено И все мертво Вот После чего Они опустили руки Вот И когда я сказал Давайте я посажу сюда Свои Клоны И свои Сортообразцы Они сказали Да ради бога Вот так А теперь мы с вами Еще Позанимаем Да Я еще Потом Полью Осталось последнее Полить И забыть А нет Косить буду я Это я каждый год Кошу Все Еще раз подчеркиваю Операция по посадке Заняла Ну я не мог Одной рукой садить Одной держать Этот самый Свой фотоаппарат С видеокамерой Не мог Ну вы можете мне поверить Несколько секунд Я выкопал яму Секунды полторы Потом поднял саженец Осторожно Скомом земле Он половину Правда рассыпался Половину нет Вот Поставил И еще секунды две Саженец Сидит Здесь еще моя задача Чтобы ни в коем случае Не получилось Здесь углубление Какого-то У меня даже Вот тут вот Бывало что Я потом Похватывался И даже где-то Не буду сейчас Не найду Уже заросло Канавки прорывал Вроде склон А все равно В ямку умудрился Посадить Я железу И потом пришлось Догонку Канавки прорывать А сейчас Мы с вами Иду еще Немножко Походим По питомнику Сергея Валерьевича Железова Моего лучшего ученика Вот повезло Надо же Почему повезло Вы поймете Когда я покажу Процентах схожести Его привилки Вот стоит Друзья мои Посреди Лучшего в стране Питомника Маленького Но самого качественного Вот И Философствую Вот посмотрите Сейчас Сейчас уже Хотел уходить Отсюда Сейчас только полил Два саженца Вновь посаженные Еще раз говорю Потратил несколько секунд То есть Работа становится Не каторгой А праздником Вот Полная перекопка Почвы И все лето Бороться с сорняками Дикость Несусветная Но Подписи Это чьи там Какие там Подписи Какие там Звания Какие там Должность Какие там Звезды Какие там Погоны Вот А ведь Сколько людей Думает Ну я же не справлюсь Я же не могу Выкопать Метр на метр На метр Яму Я прихожу С работы Еле живой Вот Я не могу Это Да еще землю Завести со стороны Совсем другую Еще и заменить надо Да еще Куча удобрений Они кусаются Вот Я не могу Копать ямы Для того То есть Эти Каналы Эти Вокруг Деревья Даже взрослых Рубить корни Чтобы Потом Задать туда Эти Перегной В одном случае В другом Только полить И снова закопать И опять Подписи Докторов наук Да что творится И вот эта каторга Она бесконечная А есть еще Вы знаете Я когда говорил Ну нельзя Ни одному Выпускнику Даже с красным дипломом Подпускать в сад Но если только Опять с нуля Начинать С ученика Как у меня была На производстве Практики Студентка Одна из миллионов На всю страну Научилась выращивать Я почему говорю Ну ладно Перекупщики Это самый дремучий народ Но они советуют Закопайте повыше Закопайте по прививку Закопайте выше Прививку Будут дополнительные корни Вот эта дурь Это ладно Это люди Которые Ничего не читали Только звон слышали Но потом Открываю И читаю Надо чтобы Корневая шейка Была Висела в воздухе А найти ее Легко Действительно В отдельных случаях Легко Вот И я вот сейчас Эту тему Вернулся Говорил по разному В разное время Года В статьях Ну вот В фильме Смотрите сюда Вот я только Сейчас полил Саженец И мне бросилась в глаза Вот эта яркость Необыкновенная Видите Вот Это не покрашенный Нет Это его корень Это Вон он Сбоку торчит Корешок И Еще раз говорю Корневая шейка Это граница Это самое крепкое Место Усаженца Как мы считаем Вдвоем с Николаем И Курдюмом Самое крепкое Да Это место Разъедает Постоянно сырость Да Это место Подвергается Страшной опасности Да Вот он кол Да Смотрите сюда Пройдет год Два Так И этот кол Отгниет Вот тут отгниет Поверьте Вот тут Там внизу будет И он еще целый Там где Острый конец И вот это будет целый А вот тут отгниет Коррозия металлов Который мы проходили Относится и к садоводству Коррозия и Мертвая древесина И живой Коррозия Смело называй Эту самую И вот когда Люди которые отчаялись Они видят Что сгнивают Но они не могут Отказаться от посадок В ямы В эти дебильные ямы Но не могут отказаться Почему Их так учили А учат уже 200 лет С тех пор Как появилось Печатное дело И уже научили Миллионы Десятки миллионов Уже научили Десять поколений Садоводов Отказаться Немного И вот уже Чего только не выдумывать Например Должна быть Висеть в воздухе Корневая шейка Вот как здесь То есть я сейчас Не должен ее закалпать Так и оставить Да Она гнить-то Перестанет Она в воздухе Все верно Но ее задача Это гнить Ну как Постепенно В течение 50 Я не оговорился И 50 или 100 лет Вот насколько Хватать должно Почему Она крепка Но ей надо Обеспечить условия Точно та же Как это Как они обеспечены В лесу В деревьях Вы помните Мой ролик Этот Самый Ну в общем Там где я хожу По лесу Ну найдите его Ради бога Вот Может быть фотографии Прикреплю Вы понимаете Что природа Так устроила А мы загоняем Под землю Или вот Нет Нате Здрасте Это самое Я сейчас должен Вот так оставить Да Она гнить Перестанет Но Дерево заболеет Оно будет болеть До тех пор Пока вот эта вот Часть не переформируется Вот эта подземная В надземную Не станет частью Штамба К сожалению Я точно знаю Это мои многочисленные Сотенные наблюдения Ребята Такие деревья Не умирают Но болеют долго Не делайте этого Делайте вот так Где она должна быть Ведь всем хороший абрикос А как то впечатление Что ее краской покрасили Настолько Ярко Заметно Где корневая шейка Вот видите Все Вот Это я умудрился К холм земли пересадить А когда полил И то умудрился Размыть это место Вот Вот она как должна расти Понимаете А для того Чтобы была сухость Вот так вот делайте Холмик Склон Видите какой склон Поняли Вот Вот поэтому я Когда полил Схватился за голову Я то ладно Еще несколько секунд Ее нету Второй саженец Тоже размыл Он вообще я выкопал Он поменьше Он получился без корней Ой без этого Без земли на корнях Ну Разве можно так оставлять А господа А ведь у вас Почему-то должность Это солидная Те кто учат этому Это ладно Перекупщики С дурью пишут Закопайте поглубже Но надо думать Что корневую шейку Таким способом Не спасают Вот Перемести ее в воздух Поняли Вот так